Всем привет! Меня зовут Хак Лурибольд. Сегодня я хочу рассказать, как можно научиться делать один из простейших элементов уголок на полу. Сейчас я покажу, как это выглядит. Элемент действительно, с одной стороны, очень простой, с другой, у многих в его настроении возникают сложности. Например, как поднять свою форму. У многих не хватает длины рук. Первое, что вам нужно будет понять, что вы вполне сможете оторвать ноги эти ноги. И длины рук вам вполне важно. Что для этого нужно сделать? Во-первых, поначалу вам придется укрепить руки. Вы можете попробовать делать вот такие отжимания. Встаете на руки, наносите таз вперед. И пробуете отжиматься в таком положении. Чем выше, дальше есть таз, тем вам будет сложнее. Если у вас это уже хорошо получается, вам понадобится еще одно упражнение. Ставьте руки. Как можно придется на ногу. И пытайтесь тянуть плечи вниз. От этого движения вы почувствуете, как ваш смысл поднимается. В принципе, будет уже попа при этом положении, оторвана от пола. То есть все, что вам нужно сделать, во-первых, это подняться на плечах. Во-вторых, немного отодвинуть таз назад. Вы поднимаетесь на плечах и чуть-чуть сдвигаетесь. Вы поднимаетесь, чуть-чуть сдвигаетесь. Также у вас возможно возникнут сложности, если ваш пресс недостаточно развит. Для пресса вам могут подойти любые упражнения, которые укрепляют низ живота. Ну и рекомендую выполнять складку ноги вместе. Она вам сильно поможет. Что вы делаете? Вы поднимаетесь на плечах. Подъезжаете таз назад. И поднимаете нервы. Если у вас не совсем хорошо это получается, вы можете попробовать в первое время пользоваться. Какими-то дополнительными возможностями. Например, вы можете обратиться к литературе. Берете одну или две книжки, сколько вам не хватает. Ставите руки на них и пробуйте держать уголок на книжках. В первое время возможно у вас зад будет провисать. Но со временем вы будете делать все лучше и лучше. Снимайте по одной книжке и наберите более тонкие. И пробуйте делать на них. Пока у вас не получится сделать это на полу. Вот в принципе и все, что касается изучения этого элемента. Несмотря на то, что он действительно простой и может показаться вам не очень интересным, он открывает большие возможности для дальнейшего усовершенствования и для других сложных и красивых элементов. Спасибо!